МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, друзья, на КХЛ-ТВ, программа «Судейская». Меня зовут Владимир Гудчик, с большим удовольствием представляю наших постоянных экспертов. Леонид Вайсфельд и главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Прямо какой-то голубой огонек у нас сегодня в Владимире. Это логично, потому что это заключительная программа в уходящем 2019 году. Ну и, как всегда, принято в Новый год входить без долгов, а в контексте программы «Судейская» желательно в Новый год входить, скажем так, с ясной головой, с четким пониманием, где черное, а где белое. Вот в этом мы и будем разбираться в процессе нашей сегодняшней программы благодаря нашим экспертам и благодаря тем моментам, которые мы подготовили специально для вас сегодня. Давайте начнем, потому что времени, как всегда, в обрез. Надо успеть все. Я уверен, будет интересно. Итак, мы начинаем. Первый момент, который попадает под наш сегодняшний обзор. Это момент, который случился в матче между «Витязем» и «ЦСКА». Внимательно смотрим. Алексей Владимирович, я хочу, чтобы вы сразу же прокомментировали вот эту вот ситуацию. Вы знаете, слушал там двух комментаторов. До боли знакомый голос один был, который вроде как поначалу стал разбираться, а потом немножечко поплыл в комментариях. Но это так, слово для начала. Идея в чем? С этого года, то, что было рассказано и показано и командам, суть в том, что контакт Слепышева с Ежовым происходит по вине вратаря за площадью ворот. То есть надо разбирать момент более четко. Ежов выкатывается одновременно вместе со Слепышевым. Если бы он находился в площади ворот, вопросов бы не было. Контакт Слепышева происходит с ногой Ежова. То есть Ежов выехал из ворота, занял позицию и потом его убирает Слепышев, как мы говорим. Мы говорим о том, что Ежов... Слепышев двигается, но он его не видит. Слепышев за площадью ворот, он имеет полное право проезжать. Всего. Ежов выкатывается под него, нога остается, Слепышев падает, проблема Ежова. У Ежова было в прошлом году 3-4 отмененных гола из-за этих вещей. Но так как правила поменялись, и мы говорили о том в начале сезона и командам, и менеджерам, и игрокам, что если будет происходить контакт вратаря, часть его экипировки за площадью ворот в момент броска или до того, это будет проблема вратаря. Леонид Владимирович, ваш комментарий по этому моменту. Вот если честно, сначала мне казалось, что Слепышев виноват. Но вот то, что Алексей объяснил, я, пожалуй, мне кажется, так аргументировал. Есть моменты, просто поймите, допустим, мы в нашей передаче рассматривали момент, когда момент был Акбарс, Борис. Да, мы его и рассмотрим в сегодняшней программе еще допустим. Давайте сейчас посмотрим вот этот момент еще раз, друзья мои, еще раз. Момент с Акбарсом пошел. Еще раз, смотрите, момент с Акбарсом. Здесь вратарь гораздо раньше занимает позицию. Он не делает движения. И ему вообще попадает в голову здесь немножко разные моменты. Понимаете? Он не выдвигается за площади ворот. И не вратарь подставляет. Он все, он занял позицию. Игрок как ехал, так и приезжает. Это разные вещи. В том числе, в автоголице, СК, Витязь, при перемещении, Слепышев как двигался, так и двигается. Ежов не стоит уже там и не занимает позицию. Ежов выкатывается под Слепышева. Это такие тонкие нюансы, которые нужно понять. Я понимаю, что моменты сложные. То есть Ежов подставился? Я хочу вернуться еще раз к моменту с Ежовым. Владимир, я думаю, что вы хотите вернуться, потому что вы пытались в репортаже выдать белое за черное, черное за белое. Владимир Владимирович, я в репортаже попытался разобраться. Слепышев двигается. Моменты один в один. Нет. Два разных момента. Сейчас из-за ворот будет хорошо видно. Вот я хочу просто у вас спросить. Ежов не занимает позицию? Нет, Ежов. Смотрите, стоп. Стоп. Он уже занял позицию. Владимир. Причем тут какая разница с предыдущим моментом? Владимир, элементарно. Тогда надо еще один брать момент. Момент автомобиль. Борис. Мы его брали в прошлой программе, там все очевидно. Там была игра в площади ворот. Вопрос. Если бы Ежова в данной ситуации сбил Слепышев, когда он находился в площади ворот, были бы вопросы? Не было бы вопросов. Вопросов нет. Мы специально оставили площадь ворот вратарям для их защиты. Правильно? Да, да. Все правильно. Даже судьи сейчас... Здесь я с вами вообще не спорю. Он не занимает сначала позицию. У него приезжает Слепышев, как было в моменте Борис Акбарс. Вот и все. Он выдвигается. Слепышев как двигался, так и двигается. Здесь все понятно. Друзья мои, отметаем момент с площади ворот. Отметаем. Ворот галкипера трогают. Голод меняется. Нет, немножко не так. Не то, что трогает. Если это мешает взятию ворот... Да, да, да. Но в данном случае мы как раз разбираем момент. Успел ли он занять позицию в воротах или не успел занять эту позицию? Не в воротах. Ну, там с пределами. Не придирайтесь. Ну, суть-то понятна. Давайте так. Вы пытаетесь от обратного идти. Я пытаюсь понять разницу между моментом Борис Акбарс и моментом Витязь ЦСКА. Давайте я сформулирую. Леонид Владимирович, помогите мне, потому что сегодня Владимир чего-то, видимо, не выспался. Нет, ну, как Алексей считает, что в Борис Акбарс в статике находился вратарь и получил, тем более, еще в голову. А здесь вратарь выезжал. Я тогда считаю, Леонид Владимирович. Я тогда считаю... Вы, во-первых, дослушать умного человека, а потом привлекать. Мы вас выслушали. У вас такая сегодня позиция, вроде как новогодний период. Леонид Владимирович, договаривайтесь, что нет культуры. Я хотел бы, вот по поводу этих двух эпизодов. Вот, с моей точки зрения, они оба неоднозначные вообще. Просто нельзя сказать про эти два эпизода, что прямо вот они такие однозначные. Они такие достаточно пограничные. Вот для меня лично важно, принято какое-то решение, там, в данном случае, допустим, взять ворот незащитно. И для меня важно, как объясняется, почему незащитно взятие ворот. Вот, что касается Ежова, взять ворот защитно, да? Защитно. Защитно. И объясняется, почему защитно? Потому что, по мнению судей, судейского комитета, насколько я понимаю... По мнению военной комнаты, Ежов делает столкновение с игроком, и часть его экипировки находится за площадью ворот. Вот такое объяснение. И он не в статике находился. Они начинают двигаться. И Ежов, и Слепышев. Если бы Ежов остановился в площади ворот, свистел, ничего бы не было. Да с площадью-то все понятно. С площадью-то все понятно. Мы про площадь чаще не разговариваем. Сейчас, знаете, сейчас не надо тоже обычных людей, домохозяек, вводить в заблуждение. Вы считаете, я ввожу в заблуждение сейчас. 100%. Как вы комментировали, 100%. Еще раз, я бы хотел все-таки остановиться. Вот в одном случае взятие ворот защитно, в другом не защитно. Почему? Потому что вот такие аргументы и так далее. Давайте я скажу такие вещи. Вот таких достаточно моментов в других лигах мира везде. И вот есть принятое решение. Мы, конечно, пытаемся четко и правильно объяснить, почему оно принято так или иначе. Военная комната в данном эпизоде расценила вот так. Все. Не, ну понятно. То есть кто как расценил все. Да. Вот так расценили и все. И уже обратно не отмотать этот момент. Они руководствовались правилами, методическими указаниями департамента. Все. Ты очень правильно сказал. Кто как расценил. Совершенно верно. Вот они посчитали так. Очень жаль. Потому что моменты абсолютно одинаковые. Ну, моя точка зрения. Не бывает одинаковых моментов. Ну, там на сто процентов не бывает. Не бывает одинаковых моментов. Здесь практически идентичны. И вы знаете, Алексей Владимирович, на самом деле, когда мы разбирали в одной из предыдущих программ момент с участием Найта и вратаря Казанского Акбарса, мне очень понравился ваш аргумент относительно того, что вратарь занял позицию. И вот разбирая момент с участием Слепышева и Ежова, я как раз смотрел именно на это. И на мой взгляд, хорошо, субъективный, Ежов успел занять позицию. И мы это хорошо видели по кадру из-за ворот. Ну, вот, давайте на этом остановимся. Для вас, вы считаете, что Ежов занял позицию, а для специалиста военной комнаты, для меня, я считаю, что Ежов выдвигался со Слепышем. Да, там можно, даже одновременно, если они выдвигались, ну, не покидая площадь ворот, проблем нет. Вы же видели видеопримеры, которые мы давали? Это было недостаточно видеопримеров, когда часть экипировки брала за площадью ворот. Их достаточно. Хорошо. Давайте так. Вся философия в том, что у нас сейчас, если есть момент 50 на 50, все идет в пользу атаки. Ну, вы приходите на хоккей посмотреть голы. Вы не приходите на то, как мы посмотрим военной комнате, скажем, гола не было, как в прошлом году, да, было в прошлом сезоне. Все сделано в пользу атаки. Я не говорю, что сейчас будет все засчитываться. Я говорю, что любой, все-таки, больше любой пограничный момент будет рассматриваться в пользу атаки. Да, мы не безгрешны, у нас будут моменты, когда будут понимать так или иначе ситуацию. Но это пока вот так. Друзья, пока вот так, для меня более очевидная философия, какое бы мы решение не приняли, оно правильное. Вот это сейчас прозвучало. Просто немножко так перефразирую. Два одинаковых момента, два разных решения. Двигаемся дальше. Переобувайтесь, что, конечно, Владимир вообще на разном. Йокерит против Ярославского локомотива, эпизод с участием Йоэнсу. Я хочу, чтобы вы сначала посмотрели, а потом будем уже давать комментарии. Я кое-что, может, добавлю. А вы добавьте. Нет, я в зависимости от вашего ответа. Леонид Леонидович, шаги не засчитали. Что вас смущает незащитанной шаги, Владимир? Что вратарь пытается вернуться в площади, ворота ее... Врезается в Йоэнсу и падает. А, вот как. Да. Вот, то есть... Смотрите, человек играет исключительно по шаге. Вратаря он не видит. А, ну так, тогда... То есть у нас теперь новое правило. Если игрок не видит вратаря, это проблема вратаря, да? Еще на Ярославского защитника обратите внимание. Не-не-не-не. Смотрите. Я... Он вообще ему ничего не делает. Ну, конечно. Он Йоэнсу вообще ничего не делает в данном эпизоде. Йоэнсу отталкивает вратаря и забивает гол. Я вообще не понимаю, в чем вопрос-то, Владимир. Владимир Владимирович. Ну, вот понимаете, в чем дело? Я так откровенно вам скажу. В зависимости от того, что мне нужно было бы сделать. Вот если бы мне нужно было взять и ворот засчитать, то я бы сказал, что он не видит вратаря, он уже находится в площади ворот, он борется за шайбу и так далее и тому подобное. Если мне не нужно засчитать, я скажу, что он атаковал вратаря и не давал ему возможности занять свою позицию. То есть в зависимости от того, что действительно, что мне нужно будет? Да, так и есть. Но это как раз вот для всякого юмора. И я вам свою точку зрения высказываю. Военные комнаты, или кто там принимал решение, они приняли решение, что Йоэнсу не дал вратарю занять его позицию. Я правильно понимаю? Отразить бросок, совершенно верно. Он его отталкивает в этом движении и все, и тем самым не дает ему возможность защищать ворот. Все, ничего сложного. То есть это не случайно. Это не случайный контакт. Это нужно посидеть, посмотреть, поразобраться. Это сложный момент. Реально такие моменты, чем больше, чем жестче стали игры, их достаточно приплывает. Если вы посмотрите, но это очень тяжело. И потом вы должны понимать, что это решение нужно за две минуты принять. Я еще хочу маленькую ремарку сделать, что вот нас же смотрят, я надеюсь, там много народу эту передачу, и вы должны понимать, что мы как раз и показываем те моменты, которые вызывают споры. Вот мы здесь сидим втроем, и у нас там разные точки зрения, даже у нас разные точки зрения. Это непростые моменты. Если бы они были простые, они бы не попали в эту передачу. Да, я вот сейчас хочу специально обратиться к вратарям, у которых у нас статус священной коровы, и по итогам этого эпизода хочу просто дать им совет. Друзья мои, выкатывайте из ворот, выбрасывайте шайбу как хотите, а потом сломя голову, неситесь во вратарскую, врезайте в нападающего, который вообще вас не видит, и все голы будут отменяться. Супер, да? Ну так же по итогам этого момента, Алексей? Знаете, я, наверное, улыбнусь, Владимир, первый раз с начала передачи. У вас это сегодня. У вас, говорит, какое мнение? Не такое, как ваше. Это вот сегодня про нашу передачу. Да, Алексей Владимирович, ну так вот смотрите, эпизод опять же, да, то есть ЮНСу контактируют, и это ключевое. Еще раз, я вам маленькую, я один умный вещь скажу, только вы не обижайтесь. Да, пожалуйста, я вообще никогда не обижаюсь. У нас сейчас главные судьи объявляют, на что идет отмена гола. Если вы перед тем, как делать моменты, попытаться закопать кого-либо, вы немножко дослушиваете, что главные судьи говорят. Ой, они иногда такое говорят. Они говорят отличное, и потом в контексте этих вещей. Не разберешься без 50 грамм от 100%. Алексей Владимирович, смотрите, Леонид Владимирович, и к вам тоже обращаюсь. Ну это же ведь хороший хоккейный гол, такие должны засчитываться. Вот у меня такой вот вопрос. Хороший хоккейный гол. ЮНСу, да, здоровый парень, он там борется на пятачке. Он приехал туда, поставил клюшку под передачу партнера, врезался в него вратарь. Не подменяйте понятия, у вратаря у нас нельзя трогать в любой части площадки. Вот, ушли от этого. Только слепышеву можно. У меня вот единственное сомнение, Алексей, вот смотри, ЮНСу стоит в площади ворот, да? Борис, слушай, вратарь не в площади ворот, и он туда едет. Возвращается для защиты ворот. ЮНСу должен отойти и пропустить его? Нет. А он отменял то, что он ЮНСу толкает вратаря. Он не то, что вратарь врезается, а то, что ЮНСу толкает вратаря. Вот и все. Покажите, в какой момент ЮНСу его толкает. Ну, посмотрите на правую руку, как я это вижу. Может быть, мы порали, вот здесь, бам, и все. И выталкивает его, и доберет. Я, может быть, с вами соглашусь, что он пытается, что вратарь не интересен в полу борьбы, но он его отталкивает. Посмотрите, вот сейчас смотрите на ЮНСу. Да, он пытается забить. Раз по шайбе, в штангу попал. Он видит. Вот рукой, правой, Владимир, и бьет в груб. Вратарь врезался. Вот тебе и ответ. Врезался. Не, ну, есть, есть. Потому что разбежался, и как в американском футболе в первую очередь. Я скажу так. Тут есть, конечно, некие аргументы за то, чтобы... И упал еще, ну, Коновалов, ладно. Коновалов? И как будто бы подстрелили. Ну, не, логика ясна. Понятно, почему не защищает. Ты смотри на правую руку, Владимир. Смотри на правую руку. Локтем чуть-чуть. Хороший хоккейный гол в полу борьбы. Друзья мои, вот эту шайбу не засчитали. Я просто хочу вернуться еще к одному эпизоду. Я понимаю, что они, может быть, недостаточно похожи. Хотя, тут как посмотреть. Гол Зуба, СКА против Кунь-Лунь. Вот какие у нас засчитываются, какие у нас... Совершенно два разных эпизода, Владимир. А там, может сказать, что... Совершенно два разных эпизода. Здесь вследствие воздействия защитника, а там Йоинсу стоит и толкается на пятаки. Его защитник вообще не трогает. У вас сегодня как-то не очень, Владимир. А там Йоинсу подталкивал на вратаря. Кого кто подталкивал? Давайте вернем момент, сейчас попросим режиссера. Вообще вы... Я еще... Вы вывод еще не услышали, а уже говорите. Алексей Владимирович, у нас нормальные голы отменяются. Голы, которые должны, я не знаю, там, не засчитываются ни в коем разе. Они у нас почему-то засчитываются. Я вот об этом говорю. Как у нас так получается в лиге? У нас в лиге. Вы, наверное, меня не слышите, Владимир, сегодня. Да, ладно. Ну, ладно. Алексей Владимирович, может быть, вы поможете мне сегодня быть проводником, так сказать, тем мелдранатом, так сказать, для его организма? Ну, я еще раз говорю. То есть, аргументы понятны. Аргументы понятны. Почему там не засчитали, что воздействие, как сказать, военные комнаты считают, что было воздействие защитника. Вот, кстати, что касается СССР, с моей точки зрения, он туда и так без него попал бы. Вот, ну, понятно, аргумент ясен, клюшка под коньки ясна. Здесь тоже понятно, что посчитали, что Йоэнсу отталкивал в ротарях. Хотя, с моей точки зрения, это так. Алексей Владимирович, с вашей точки зрения, будем двигаться дальше. Да, я свою точку зрения, по-моему, уже с пеной урта рассказывал. Понятно. Ну, ладно, в общем, так. Ваше мнение не такое, как мое, это точно, Владимир. Нет, я же с вами соглашаюсь. Нет, ну, тут вопрос в чем. Вот, смотрите, засчитали взятие ворот. Да. С нашей точки зрения неправильно. Мы говорим, почему вы зачитали? Алексей говорит, вот такие-то аргументы. Ну, понятно. Понятно. Ну, хорошо, ладно. Аргументы есть в каждом из эпизодов. Каждый эпизод можно трактовать так, как хочется. Судим. И, соответственно, в репортаже мы тоже будем давать оценку так, как захочется. Так, как хочется. Так, как хочется, это анархия. Это 90-е, Владимир. Слушайте, так, как хочется. Есть правила и методики. Анархия вот эта вот прямо на площадке. Так, как хочется, можно, но не каждый эпизод. Согласен. Согласен. Ну, ладно, друзья мои, смотрите, мы разобрали четыре момента. Действительно, они в некоторой степени родственные. У каждого момента свои нюансы, как говорит Алексей Владимирович. Ну, вам разбираться. Максимум, это такие дальние родственники, знаете, которые живут по разной стороне океана. Вам разбираться и вам решать. Мы, так сказать, вбросили, мы услышали комментарии. Вы сами разбирайтесь, насколько они аргументированы, насколько они четкие. Сочи против Бориса и формулировка отсечения. Вообще ни разу этого не слышал по ходу нынешнего сезона. Алексей Владимирович, вот напомните нам всем, что такое отсечение. Было ли здесь отсечение? Я уговорил в одной из передач, что плохая память, это когда игрок действует в колено, в районе колено или ниже. Это очень пограничные моменты с Мироновым очень часто. Вот в районе колено. То есть, когда он не успевает, ну, пытается сделать вертушку или еще что-то. Это не подножка. Тогда было кутрово уворачиваться, да? Он же заранее уже приготовился к силовому приему. Что он, значит, заранее приготовился? Я не рассматриваю, я сейчас рассматриваю по факту следствия и последствия. Петров едет, попадает ему в район колено и все. Выворачивает колено и все. Все остальное уже не интересует. А что еще должны интересовать? Тут вопрос трактовки больше может интересовать. Это удар коленом или это отсечение? Но это отсечение, потому что не идет колено в колено. А он делает любое воздействие ниже колена или в район колен. Ледович? Я не знаю. Я не вижу здесь в район колено. Я считаю, что как он может спиной в район колено попасть? Нет, он ногой попадает. Я понимаю, Каспаратис мог бы попасть условно муантеле в колено. Но как вот Петров, они одинакового роста? Ну вы посмотрите просто, он падает вследствие того, что он коленом попадает. Не коленом, а ногой в район колена. Ногой в район колена? Смотрите, да, вот правый, не бедро, вот-вот, в район колена. Левой ногой. Левой ногой, конечно, попадает. Он не бедро, не в следствие бедра в бедро. А я, честно говоря, на ногу не смотрел. В следствие ноги. Если в следствии бедра, то это вообще ничего. Если бедро в бедро, то может, он владеет шайбой, это ничего страшного. То есть, если бы он не попал ему в район колена, а бедро в бедро – это хороший такой хит, хороший силовой прием. Это, знаете, что такое отсечение? Но это не такое классика жанра, это когда игрок бежит убивать другого, и тут у борта падает в район колена, и человек разбивается. Это вот сечение, такая, в общем, классика жанра. Нет, хорошо, что вот взяли этот момент, потому что и формулировка нечастая, которая встречается, и более чем четкое объяснение относительно этого эпизода. Я, честно говоря, много раз этот момент смотрел. И не увидели. И не, я не обращал внимания на ногу. Я все смотрю на этого Петрова, я думаю, что он там сделал, что там где-то... А он, кстати, даже не спорил, уехал спокойно. Ну, дисциплинирован. В душ, да. Северсаль против Локомотива. Вот такой вот момент. Леонид Владимирович, кстати, вот вы просили его взять вперед. Еще действительно интересный эпизод. Стоффан Дакоста убегает почти один вновь. А, да, 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 вот точно, точно. И ничего, Алексей Владимирович. А вот здесь 5,20. Похоже ведь на... Ну, это не 5,20, это задержка соперника. А вот ногу смотри, посмотри отсюда. То есть, если мы смотрим на... Рукой назад и ногу сзади. Он разворачивает. Смотри, смотри, и ногу сзади под коньки подбивает. Мне кажется, это как раз классическое. Такой... Во-первых, давайте так. Давайте объясним. Это нарушение правил. Раз. Очевидно. Это нарушение пропущенное. Сколько? Две минуты. Штрафной бросок можно. Ну, нет, ну, ШБ нет, он там такого привуста рядом. Не успел, нет. На 5,20. Они там рядом. На пятерку, блин, ну, это вот не классически, как мы говорим, мы заставляем судьи с Люфута. Это, знаете, когда вот прям, ну, это две минуты. Ну, вот такой, знаете, не хочется, как и скажут, соскакивать. Нет. Наверное, как скажет Леонид, вот если дал бы 5, я с ним бы согласился. Дал бы 2, тоже бы согласился. А он не дал ничего. Ну, близко, ну, это удаление, надо реагировать. Другой вопрос, что, ну, похоже на что сзади подбивает. Ну, вот сейчас вот вы будете разбирать этот эпизод. Мы уже разобрали его, он лежит после... То есть так же вы сказали, да? То есть так же вы сказали, да? Алексей правильно сказал, если бы он дал 5,20, никто бы даже не пискнул. Ну, он подбивает ум по дну. Конечно, это такая не совсем прям очевидная там, через плечо. Алексей Владимирович, если бы гол ЦСКА отменили в ворота Витязя, даже бы никто не пискнул? Вот просто вот... Ну, как вот вы говорите, если бы у бабушки был бы... Ну, ладно, ладно, что было бы, ну, как бы, Владимир... Все, я понял. То есть если бы дал бы здесь 5,20, то похоже на пятерку. Я-то вот к чему говорю, вот Володя там эти два предыдущих эпизода показал, ну, они пограничные, и как бы мне они не очень нравятся, но я понимаю объяснение, и как бы мне понятно. Но вот что касается этого, к чему я попросил взять этот момент? Здесь он настолько очевидный, что здесь нарушение, как вот Алексей сказал, как минимум. Вот это, честно говоря, меня удивляет. Как они это пропускают? Вопрос. И меня иногда удивляет. Можно было дать пятерку, не дали вообще ничего. А вот эпизод как раз, где 5,20 выписали, друзья мои, смотрим, Кунелунь против Нижегородского торпеда. Лукас Локхард. 5,20 получается. Леонид Владимирович. Я этот момент, кстати, показывал... Сейчас было совещание, мы разговаривали с главой... Дэнни Курман с главой ИХАФ по судейству, да, и со многими. Но у нас, слава богу, нет этого правила, как я считаю, слава богу. Поздний силовой прием. А это вот такой интерференс, так, игрока не владеющего шайбы, такой классический и очень редкий случай, когда... Классический поздний силовой. Классический поздний силовой, да, такой справедливый. А почему у нас нет? Уже его отменили? Мы убрали, оно у нас вот так игрока не владеющего шайбы. Оно нас больше смущает и судит все. Не, а что здесь не так? Он спрашивает, что это? Я говорю, 5,20. 5,20? Да. Вы не говорите, 5,20. Ну, тут по степени воздействия... Ну, скажем так, я не вижу, как сказать, чего-то из ряда вон выходящего, если за это дают 5,20, я считаю, что это нормально. Давайте немножко по-другому. Вы выдергиваете из контекста, был очень тяжелый, грубый матч. И нужно было успокоить и реагировать. Дело даже не успокоить. Там до этого была достаточная череда событий, которые мы привели. Почему-то Лохард разбегается. Это уже был, по-моему, чуть ли не третий большой штраф у Кунь-Луни. Или второй. Поэтому есть моменты, как-то знаете, как нельзя сравнивать с футболистами. Потому что там уровень желтых карточек такой дал или такой. Но в данном контексте до этого была уже уборочная почешиха. Потом прибегает Хант, пытается избить кого-то. И тут еще до кучи лока. Соответственно, ты даешь две минуты. И так уже горит. И еще накинул дров. Почему я считаю, что здесь хорошо 5,20? Игрок, он бросил, он уже вообще выключился из эпизода. Это опасное действие. Он никаким образом не угрожает ни воротам, никому. Вообще. Он просто едет. И не видит самое главное вот этого. Вот это самые страшные вот эти удары. Когда никогда очень сильный удар. А когда не видит бьющего. И он такой, с моей точки зрения, он такой подлый этот прием. И я считаю, что здесь хорошо очень передавать. Тут вопрос. Я думал, может, какой-то супер момент. Но он нам говорит, да нет. Обычный момент. Согласен, Алексей Владимирович. Абсолютно. То есть такой вопрос, почему объяснить, почему пятерка. Есть судьи на льду, которые ощущают, я думаю, что 100% в этом найдете момент. Вам Леонид Владимирович подсказал. Там, наверное, Акбар Суфа будет, где там дали две минуты вместо пятерки. Я ради него жду. Он вводит. Я жду вообще. Я не знаю, но вот тот момент я покажу чуть позже. А вот этот момент я хоть... Смотрите, друзья мои, я согласен с пятеркой. 5,20 действительно подлые моменты. Мы смотрим, давайте, можно я подрезюмирую, а то вы как-то не очень сегодня. А, я не очень сегодня. Вот у судьи всегда происходит... Да вообще, я вообще поплыл дальше. Сейчас посмотрим, как реакция будет дальше. Вообще, в принципе, не очень. Это для начала. Понятно. Странно было бы, если бы я вам был очень. Продолжайте, Алексей. Да, смотрите, какая ситуация. Мы учим и заставляем судей принимать решения сразу на льду. То есть, не смотреть ни травмы, ни критерии. Сразу принимать решения. Вот он расценил, что это пятерка. Не надо ходить, смотреть, как человек мучается от боли, от степени воздействия. И очень хорошо, что, да, не всегда у нас арбитры могут сходу принять пятерку. Вынести штраф как пятиминутное удаление. Ну, вот в этом эпизоде он принял и молодец. Вот и все. Вот здесь он принял и молодец, Алексей Владимирович. Я же еще такой комментарий дал, как будто бы что-то предчувствовал. Момент из раннего творчества судейской «Динамо Москва» от ЦИСКО. Вот этот момент меня вообще не отпускает. Сравнивайте просто с предыдущими. Ну, во-первых, разный временной промежуток. Ну, а что изменилось, Алексей Владимирович? По другим правилам начали говорить? Ничего не изменилось. Подул момент сзади. Не сзади. Шайбу отдал. Не сзади. Я в той передаче говорил, что, а, этот момент нельзя смотреть. Актер Ильич. У вас, Леонид Владимирович, скажите, а я потом... Ну, я и тогда говорил, что, с моей точки зрения, здесь нарушение. А с моей точки зрения нет. На этом предлагаю тему закончить. Я вспоминаю, что Леонид Владимирович относительно эпизода с «Найтом» говорил, что это хороший гол. Вот, тогда бы я согласился с Григоренко. А так, там нехороший гол. Ну, все, что-то я застрял на этом Григоренко. Да, услышали, друзья мои, дальше никаких разъясений нет. Да нет, это я просто из предыдущих программ. Да, да, да. Возвращайся к эпизоду Григоренко с «Витязем», «Найт», с «Акбарсом». Вот, друзья мои, трактор против Хабаровского «Амура». Ну, просто, Алексей Иванович, опять же, посмотрите этот момент, что скажете. Я просто добавлю, что здесь обоюдное удаление. Одному две минуты, второму две минуты. Как-то странно. Ну, по мне, здесь четыре, две. Четыре у Менщикова, две у того. Четыре, две, да? И разбежались. А «Витязевку» за что? За то, что он в белой форме. Так, а еще? Хорош. А еще, Алексей Иванович? Что он еще? Да, я думаю, что даже и не две «Витязевку», а четыре Менщикова. От двух до четырех. Ну, на четыре он наработал в данном счете. А что было-то? Да, ничего не было. Нет, просто обоюдное удаление. Вообще ничего не дали? Нет, по две минуты дали. По две минуты дали. Он раз его в грудь, потом бьет, потом снимает. Ну, мы не разобрались. Да, ну, просто тут... Хорошо. Даже если бы дали четыре-две, и то повеселее было бы. Ну, тут вообще «Витязевка», как говорят... Пришел, получил, и еще две минуты. Я не понял, что произошло вообще. Застучали по голове, и что-то людей нет. Действительно, да, хороший момент. Алексей Иванович, дальше будем двигаться. Опять же, у нас конец года, поэтому подводим в том числе и некоторые итоги. Закрепляем пройденный материал. У вас конец года, а у нас завершение следующего. Завершение, да. Хорошо, я вас поздравляю. Правильно? Да, Сочи против автомобилиста. Сочи против автомобилиста. Там была шайба от конька в воротах Алексея Ивановича. Как раз давайте вернемся ко всем этим... Ой, такой момент. Прям соль на рану насыпали. Знаете, это, наверное, один из таких моментов в последнее время, который все-таки... Я лично больше склоняюсь, что это гол. Честно. А что, не засчитали? Не засчитали. То есть, посчитали, что вот это вот короткое движение пяткой, это а-ля Златан Ибрагимович, хотя по мне, мы долго рассматривали весь этот момент и в динамике и так. Но это больше гол, честно. Если учесть, что мы все такие голы защитим. Да, только в этом. Тут даже разбирать нечего. Все-таки при 50 на 50 такие голы надо защитывать. Здесь даже на ней 50 на 50. Я думаю, что он просто потом делает уже машинальное движение ногой, когда она в нее попадает ногу пяткой. А расценили, что был удар по шайбе ногой. Давайте так. Чтобы нас всех не запутывать, почему мы еще разобрали этот момент, все вместе с специалистами, мы все декларируем про удар ногой. Когда есть удар ногой, всем проще. Комментаторам, специалистам, неким потребителям контента в виде вас. Владимир, вы отдельный, вообще отдельный потребитель контента судейского. Я так вас сейчас буду звать. Я считаю, что я еще и создаю этот контент. Потребитель судейского. Ну вы пытаетесь все как-то затопить, закопать. Вообще нет, Алексей Владимирович, я сравниваю исключительно. Друзья мои, вот вы тоже сравниваете вместе со мной. Вот те эпизоды, которые есть, и просто сравниваете их. Больше ни на что не претендую. Ни на Аисину, ни в коем. Я думаю, что тут не надо обсуждать. Давайте так остановимся. Да, если бы был качественный удар ногой, kicking motion, хорошо там по-английски хоть нельзя применять, или удар ногой, конечно, нужно было бы. Здесь вот, ну вот, он не смотрится. Алексей Владимирович, даже вот люди в комнате запутались. Люди не запутались в комнате, но все бывает. Ну там притяжение луны, там не выспался или еще что-нибудь. Вот мне понравилось ваше сегодня выражение относительно того, что судьи должны быстро принимать решения на площадке, у них нет возможности, например, дополнительно эти моменты рассматривать. Ну тогда-то ладно, вообще классный ответ. Ну когда люди просматривают дополнительно 350 раз. Я ни в коем случае сейчас, давайте так сформулирую. Те люди и специалисты, которые принимают решения в военной комнате, они проходят обучение еженедельно. Идет рассылка моментов и обсуждение с ними. И там работают суперпрофессионалы, на которых всегда нужно положиться. Но, блин. Можно я два слова? Вот этот момент, вот это вот движение, о котором Алексей говорит, этот маленький, оно там смутило их. И ключевое слово вообще вот в этом объяснении, как Алексей сказал, больше. То есть здесь больше гол, чем не гол. Потому что чисто теоретически понятно, почему они его отменили. Половину гола надо было Сочи засчитать. 0,5. То есть Сочи автомобилист, Владимир 0,5 в магазине. Нет, ну вот Алексей здесь вот это вот сказал, больше гол, чем не гол. Больше гол, да. Больше гол. Просто это все равно выбор. Это некий выбор все равно. Слушай, давайте реагируем. Идем поправки в следующем сезоне. Есть вот половина. Ну, знаете, я скажу, здесь скажу гордо, есть такой момент, не буду называть и рекламировать Лигу, там, по ту сторону океана. Они говорят так. У них есть моменты, когда они, они со своим качеством картинки говорят, что военная комната не может определить, что это было и как. Поэтому остается там решение суди на льду. Я, к сожалению, для наших специалистов говорю, ребят, к сожалению, потрачено такое количество денег, у нас такой ход бродкастинга, мы не имеем права так высказываться. Вот и все. То есть, конечно, они могли там, так сказать, бывает момент. Не, ну, бывают шайбы под вратарем. Да, не, не, это понятно. Я вообще говорю, там, высокоподнятая, невысокоподнятая. И они говорят, ну, картинка там не позволяет им определить решение суди на льду. Да, друзья, очень много интересных матчей. Их было последнюю неделю уходящего 2019 года. Зеленое дерби. Акбарс против Салавата Юлая. Причем две игры, одна в Давосе, одна в Казани на старом стадионе. И там момент с участием. Ой, это Леонид Владленович. Ради этого эпизода я сегодня пришел на передачу. Да, оставайтесь, у нас еще и другие будут. Такая песня была. Оставайся, мальчик, с нами, будешь нашим королем. На-на-на-на-на-на. А теперь, уважаемые знатоки, против вас сыграет Леонид Владленович. Нет, нет, а вот у нас нету... А у нас нету... Да, вот, вот. Насрочный ответ. Нет, вот еще чуть-чуть дальше. Мне очень понравился диалог этого Цулыгина и... И судьи. И, да, и Сереги Кулаков. Во-во-во, вот. Цулыгин объясняет Кулакову, что у того все лицо в крови. Вот жалко... Вот я говорю, надо судей приглашать. У меня... Сергей, у меня к тебе вопрос. Что ты объяснял Цулыгин? Да, даже не к Алексею вопросу. Сергей, комментарий. Что можно объяснить Цулыгину, когда у игрока все лицо в крови? Там, на самом деле, все очень просто. Давайте скажем, друзья, сразу две минуты. Дали две минуты, потом Цулыгин призывает, говорит, что у него разбито лицо. Все понятно, что это... Даже это не толчок на борт, а больше похоже на атаку сзади. Стоит судья, видит нарушение, дает, квалифицирует как две минуты. Не видит, там, травма тоже не критерия, не видит каких-то последствий на лице, как мы говорим. Да, травма не критерия. Ну, приезжает на лавку. После этого, понятно, у того там идет кровь, износ. Еще, скажем, износ очень похоже, что он там... Износ, конечно. Износа, да. Тренер зовет, говорит, слушай, у него там кровь, посмотри, там, утрированно, там месиво. Тут, говорит, слушай, вопросов нет. Господин тренер, там кровь. Но, когда я видел и оценивал, и смотрел, он ехал, ничего не было. Я же не знаю, что вы сделали на лавке. То есть, Целугин ему с правой в нос стало. Не удивлюсь. Не, ну, Целугин вроде не Суманин, но... Меня так развеселило. Кулаков просто король. Он просто король. Надо объяснить человеку, того лицо в крови вообще, просто в крови. Не поцарапано, а в крови. Две минуты. Ну, тут, я думаю, что тут больным больше. Даже думать нечем. Здесь или 2,10 атака сзади, а вследствие и последствия, это 5,20 даже атака сзади. Мне кажется, это настолько просто. По-моему, мы на СДК рассмотрим этот момент. Да, 5,20. 5,20. Это первый класс, вторая четверть. Ну, просто мне очень понравилось, как этот, как его, Кулаков, объясняет Целугину, что мнение у него все хорошо. Ну, понимаете, Сергей Кулаков уверен, смотрит судейскую, и мы часто говорим о том, главное умение это объяснить. Вообще король. Серега Король. У вас там вручают золотые свистки, там что? Да. Можно я проголосую за Кулакова? Он сейчас командировки, сейчас и кает, наверное. Друзья мои, Витя из ЦСКА еще раз к этому матчу. Эпизод с Григоренко уже разобрали. Что к нему? Тяжело возвращаться, да. Ах, нич. А что? Две минуты. Только две минуты. Капризов, ты что здесь делаешь вообще? Иди отсюда. Бам. Две минуты. В чем вопрос у вас? 5 и 20? У кого? Ну, Дега, он не попадает же ему там в пах никуда. До конца не попал. Ты что здесь делаешь? До конца не попал. Он до конца не попал. А колющий удар, какая разница? Колющий это шпага. Момент пограничный. Судья расцелится еще две минуты. Это не езди отсюда. Иди отсюда. Это удали, зайцы, иди отсюда, чтобы я тебя не видел. Я вот знаете, что думаю. Вот Алексей говорит, они там борются с этой, как ее, ну, симуляцией там это. То есть, судьи обращают внимание. Вот мне кажется, Ежов, Ежов, это как вот в свое время был, как его, Семчук, вратарь, он там ворот все сдвигал. Я вот когда игра шла, я просто останавливался в зоне, вообще всех бросал и смотрел на ворота, смотрел. То же самое здесь. Ежов, мне кажется, когда игра в зоне, как там, R1, R2, они должны договариваться. R2, ты там игру суди, а R1 ты вообще никуда не ходи, просто смотри на Ежова. Потому что что-нибудь будет обязательно. У нас есть люди из хит-парада, которые в нашей передаче вообще не сходят с экранов. Вот Ежов, этот, кто там еще, этот защитник из Минска. Дюков. Дюков, Дюков, Дюков. Потом Стась. Это вот люди, которые просто, ну, в каждой передаче. А Ежов, он просто король, он, нет сомнений. Так, две минуты и все, не попал? Да, две минуты. Не, ну, если попал бы, я думаю, больно было бы Капризовым. Мне кажется, и так ему было больно. Не, или у Капризового такие стил-экс. Дмитрий Владимирович, две минуты? Ну, вот... Вот смотрите, если бы дали 5,20, тоже бы никаких вопросов не было. Никто бы ничего, да. Вот я скажу так. Вот если серьезно к этому эпизоду подходить. Вот смотрите, Капризов вообще никаким образом... Он просто мимо проходил там за хлебом. Вот. И Ежов его бьет. Вот Ежов, с моей точки зрения, он вот постоянно хамит. И вот такие вещи надо просто лечить. Вот вы же лечите... Типа, типа, его задел, видишь, он задел его, конечно. Типа, вот типа, да, типа. То есть вы же боретесь с этими, как его там, с стимуляциями? Капризки, что ли? Да и вот с этими тоже надо. Ну, что это такое? Это хамство, вот с моей точки зрения. Он ему хорошо крюком не попал, если в конце концовку посмотрите. Здесь можно трактовать как колющий удар. И я бы в данном эпизоде трактовал бы это как колющий удар, потому что вообще никак, ни борьба, ничего Капризов не делает Ежову. Вообще ничего. Я считаю, что здесь надо наказывать за такие вещи. Накажем. Я не знаю, если как в предыдущей программе разбирали, если уж бей, то бей так же. Да, да. Что говорим? Если уж бей, чтобы он лежал. Рон Хэкстелл, да. Рон Хэкстелл это вообще... Нет, а теперь Капризов попадает под раздачу. То его Базякин шлем снял. Достается в последнее время. Ну вот так же с Олимпийским чемпионом. Лидер, лидер. Еще к одному матчу. Салават Юлаев Акбарс. Игра, которая уже прошла в Давосе. Алексей Александрович, очень интересный момент. Просто вот маленькая деталь. Вот обратите внимание на правую ногу Гематова. Помните, мы разбирали этот момент. Авангард, Минск, Дедунов. Но вот похожее воздействие человеку дали 5,20. Мы разбирали в прошлой программе и говорили, что ногой, коньком бить вообще нельзя. За это обязательство. Мне кажется, два разных момента у нас. Вот объясните. Он не бьет здесь Гематов. Если Дедунов там бил, там какое-то еще действие было, как вы говорите. Здесь-то вообще не лежали, лежали. Мы там попытались что-то из пальца высыпать. Нет, ну просто действительно попытались, чтобы разобраться. Попытались, чтобы разобраться и понять. Ну здесь если только за уши притянуть. Я вообще это прям уже совсем за уши притянуть. Это знаете, как вот Блинову вы говорите, бить нельзя и замахиваться даже нельзя. Вот коньком в драке, да. Вот здесь тоже, знаете, было бы неплохо, что даже и попытки не должно быть. Было бы неплохо. Владимир Владимирович, это ваш глаз задерглся. Было бы неплохо и стали дергаться. Я же понимаю, что с вашим видом вы похожи на Макгрегора, но все же. Я вообще скажу, что вы, кстати, слышали про футбольных судей, Владимир? Сейчас что им запрещено. Футбольных судей слышал, они существуют. Нет, что запрещено сейчас комментировать будут действия футбольных судей. Вы на что намекаете, что будет запрещено комментировать скоро? Следующий этап я просто надо запрутить. Судейскую. Судейскую, извините, Гучику запретить комментировать судей. Кстати, там большие штрафы, они пошли по нашему. Друзья мои, после сегодняшней программы и некоторых моментов, и тех самых комментариев, я уже часто задумываюсь о чем. Ну я штраф буду вам, потому что вы реально прям, у вас какой-то прям ненависть начинает просыпаться. Да какая ненависть? Я просто пытаюсь разобраться, чтобы наши уважаемые зрители тоже разбирались, видеть момент. И говорят такие, вот здесь 5,20, а вот здесь, а здесь ничего. Вот здесь судьи молодцы, вот здесь защитываем, здесь не защитываем, а когда... Ну конечно не Гиннер, я скажу, в футболе, но все же... Ну, близко, да? Так, друзья мои, ну вот такие моменты у нас были подобраны сегодня, эти моменты были разобраны. Ну такие вот новогодние подарки в некоторой степени для главного арбитра КХЛ Алексея Нечу. Как вам наши новогодние подарки? Вообще, не знаю, даже как бы помягчатся. Неплохо, Владимир. Неплохо, да? Неплохо. Для новичков. Неплохо, Владимир, неплохо. Сейчас передачка закончится, мы с вами поговорим. Ну что, друзья, передачка сейчас закончится, и мы обязательно поговорим с Алексеем Владимировичем. Ну уж, будьте уверены, у нас все мирно. Друзья мои, с наступающим Новым годом. Владимир Гучик, Алексей Анисимов, Леонид Вайсвольд. 2019 год судейской. Увидимся уже в 20-м. Пока. С Новым годом. Всего доброго, до свидания. Всех благ и не слушайте Гучика. С Новым годом.